28 народных коллективов и исполнителей из 18 стран. Бобруйск собирает друзей международного фестиваля «Венок дружбы» в 13-й раз. В этом году впервые в форуме принимают участие артисты из Кипра и Канарских островов. Ярмарки, концертные площадки, парад военной техники. В этом году «Венок дружбы» совпал с празднованием Дня города. Чем еще порадуют гостей фестиваля в репортаже Андрея Ястребова. Светлана Заугарова из Эстонии в Беларуси не впервые, но признается, полюбила ее после первой же поездки на фестиваль. Сегодня именно она принимала в Бобруйске в качестве подарка белорусский каравай. Традиция. Так здесь встречают всех гостей. Порядок везде у вас, во всем. Понимаете, как заехали сразу на белорусскую землю, и вот сразу дороги, чистота везде кругом. И самое главное, конечно, это люди. Вот настолько мне нравится, что здесь такие отзывчивые, добрые. Вот понимаете, человеческая душа видна сразу. Что вот рады тому, что мы приехали. Представляете? Это счастье. История становления фестиваля началась еще в 96-м году. Тогда около полутысячи участников из Белоруссии и Украины собрались на аутентичный фестиваль фольклора белорусского Приднепровья. С 2003 года венок дружбы получил постоянную прописку на Бобруйской земле. За годы география фестиваля только расширяется. На этот раз в Бобруйск приехали около 30 коллективов и исполнители из 18 стран мира. Впервые представители США, Мексики, Кубы и Колумбии. Открытием года станут Кипр и Канарские острова. Марио Морено прилетел в Беларусь с островов. Говорит, всегда мечтал побывать здесь и найти себе невесту. Уже выучил несколько слов на русском и готов петь серенады для любимой. Фестиваль уже давно стал визитной карточкой Бобруйска. Его ждут все, ведь и город становится настоящей столицей дружбы, где объединяются континенты и страны. Здесь каждый почетный гость за всю историю фестиваля. Здесь побывали почти 10 тысяч участников со всех уголков мира. И мы сильны вот этим разнообразием. И аккумулировать в себе, в нашей стране, именно вот самое лучшее качество и проявление творчества многих национальностей и других, это и большая честь, и большая гордость. И самое главное, что вот у города Бобруйска, у вообще Могилевской власти это очень-очень хорошо получается. В этом году Бобруйск под флагами фестиваля отмечает и День города. Местная власть к празднику приготовила горожанам подарок. После реконструкции откроется стадион. Который уже на сегодняшний день можно назвать спортивной ареной. На полторы тысячи мест он отвечает всем стандартам и всем требованиям. Поле с подогревом, которое может обеспечить тренировку спортсменам в любых погодных условиях. Уже завтра гостей Бобруйска ждут на многочисленных концертных площадках и выставках. Можно будет увидеть технику войск ПВО, ракетную установку С-300. Пройдет праздник национальной кухни, город мастеров и концерт народного артиста России Льва Лещенко. Завершится праздник в Бобруйске только в понедельник. Андрей Ястребов, Василий Фаталиев, агентство Теленовостей.